И здесь у нас уже мейнкарт. И мейнкарт открывает очередной женский бой. Мэйси Барбер против Джей Джей Олдрич. Мэйси Барбер на данный момент 6-0. Ей всего лишь 20 лет. Небитая, очень перспективная. Тренируется в Джексон Винкс. Собственно, всю свою профессиональную карьеру до UFC она провела в организации ЛФА. Ну, опять же, там, конечно, безусловно, соперницы низкого уровня. Но в любом случае стоит заметить, что четырех из трех соперниц она удосрочила. Затем было выступление в Данна Вайт Контендер Сериас, где она также удосрочила свою соперницу Джейми Кулин в третьем раунде. Хотя, ну, субъективно, по моему мнению, она могла это сделать намного раньше. Не знаю, почему она решила потянуть немножко. Ну, ладно. Дебютировала в UFC против Ханны Киферс, которую также сумела удосрочить во втором раунде. Ну, и стоит заметить, что Ханна Киферс, ну, оказалась не прямо уж совсем слабым бойцом, потому что после этого она, будучи андердогом, все-таки сумела в UFC добыть победу. Ну, вообще, что касается Барбер, ну, такая, достаточно универсальный боец, есть у нее и стойка неплохая. В основном в партере показывает свои сильные стороны. Противостоять ей будет Джей Джей Олдрич, 7-2, опять же, ну, достаточно молодой боец, 26 лет ей. Пыталась попасть в UFC еще в 2016 году, когда участвовала в ТАФе, но, к сожалению, в ТАФе проиграла Татьяна Суарес, что, ну, в принципе, неудивительно, да, потому что все, с кем встречала Татьяна Суарес, ей пока что проигрывали. После этого Олдрич добыла еще две победы и все-таки в UFC попала. Дебют получился неудачным, Джулиане Лиме она проиграла решением, но сейчас три победы подряд, все три победы решением. Ну, единственное, что я отмечу, что, ну, по моему личному мнению, бойцы, которых она выиграла, ну, мягко говоря, такого средненького уровня. Это Чан Миджон, Даниэл Тейлор и Поляна Виана. В общем-то, здесь мы видим коэффициенты следующие. Весьма-весьма такая большая фаворитка Мэйси Барбер, 1 на 43 сейчас на нее. Джейджи Олдрич, 2,9. Ну, опять же, Андрюк, лично, по моему мнению, я думаю, что все-таки здесь победит Барбер, но, глядя на такие цифры, ну, мне кажется, не особо они справедливо выставлены. Как ты думаешь, кто здесь все-таки одержит верх? На самом деле, меня сильно раздражает тот хайп, который сейчас витает вокруг Барбер. И видеть бойцов, которые являются, по сути, ноунеймами и никем еще. Ну, я не знаю, на самом деле, такие разговоры, что будущая чемпионка, бля, там, молодое поколение, будущее, хуюдущее. Ну, это действительно как-то, ну, нелепо звучит на данный момент. Не хочется ей желать ничего плохого, потому что чисто по-человечески она в этом не виновата, это не ее личная инициатива. Но в данном случае у нее действительно неплохая соперница, предстоит, которая имеет третий дан черного пояса по тэквонду, неплохие навыки в партере у нее, если не ошибаюсь, коричневый пояс джиу-джитсу. И не является она таким андердогом, вот реально, таким андердогом, каким ее выставляет. И поэтому хотелось бы притопить за нее, потому что, ну, это прям какое-то реальное неуважение. Ну что ж, ладно, посмотрим. И перейдем к следующему бою. Здесь Луис Пена встречается со Стивеном Питерсоном. Луис Пена в прошлом своем бою в UFC все-таки потерпел свое первое поражение в профессиональной карьере. Он встречался с Майком Тризано и проиграл сплитом. Насколько я помню, Пена там пытался проводить тейкдауны. И, ну, такое достаточно большое количество попыток сделал. И получился у него, по-моему, только один. Собственно, Тризано в стойке выглядел получше. Вообще, Пена пришел в UFC через ТАФ. В ТАФе он одержал одну победу. Дебютировал против Ричи Шмулина и выиграл его уже удушением в первом раунде. Ну и, опять же, стоит заметить, что до UFC он в таких очень-очень мелких промоушенах выступал. И добыл четыре досрочные победы подряд. Собственно, тренируется в АКА. Ну и, ну, таким выглядит, скажем, пока достаточно перспективным бойцом. Что касается Стивена Питерсона, ему 28 лет. Но, опять же, боец, ну, просто прям такой очень и очень уже опытный. Он пытался попасть в UFC в 2017 году, когда в данный вайт контендер серии встретился с Бенитто Лопесом. Но, ну, по моему мнению, в том бою так решили немножко подтянуть Бенитто. А дали ему с плитом победу. И Питерсон в UFC не попал. Добыл в Велфа еще одну досрочную победу. И все-таки подписали его в UFC против Брэндона Дэвиса. Он проиграл бой единогласным решением судей. Но сумел добыть свою первую победу в этом промоушене. Мэтта Бисетта выиграл с плитом. Опять же, что касается Стивена Питерсона. Он такой, ну, по моему мнению, неплохой боец, постоянно идет вперед. Да, у него не самая лучшая защита, у него там не самая лучшая стойка. Но это боец, который всегда очень хочет выиграть. Ну и, в принципе, ему достаточно тяжело противостоять. В общем-то, здесь мы видим пену. И причем таким очень весомым фаворитом. За 1,36 он сейчас идет. И коэффициент на него еще падает. Стивен Питерсон 3,4. В общем-то, ну, я чисто как бы от себя хотел бы притопить за Стивена Питерсона. Как ты считаешь, Андрюк, каковы здесь у него шансы? Да, в принципе, мне особо добавить нечего. Я также отдам свое предпочтение ему по такому раскладу, который нам предлагают. Нет у меня никакой разницы во мнении с предыдущим боем. Такая же ситуация и здесь, только пену я, в принципе, не считаю никаким перспективным бойцом. Потому что, кроме того, что он там говорит, я там пизды, получает Хабиба Нурмагомедова на тренировках, никаким образом, как выдающегося бойца, его не характеризует. Ну, да, он высокий, у него классная борода. Ну, как бы все. Это нисколько не аргументирует такие цифры, которые нам на него предлагают. Ну, да, тогда что, поэтому... Субтитры создавал DimaTorzok